Бисмиллах, альхамду лиллах, ассалату ассаляму алирасу лиллах, ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату. Дорогие братья и сестры, мы с вами говорили о таких понятиях, как хорошее и великое. О переходе от хороших показателей к показателям великим в жизни, в работе, в призыве, в исламском проекте. На арабском это звучит мин аль-хасан и ляль-ихсан, то есть переход от хорошего к великому, мин аль-хасан и ляль-ихсан. Ислам это живая религия, без сомнений. Она жила, живет и будет жить. Именно за счет таких принципов, которые мы в ней находим. Но как? То есть как перейти от показателей хороших к аль-ихсану? Один из шейхов говорит, То есть тот, кто хочет увидеть лик Всевышнего, он должен действовать, должен работать. То есть тот, кто хочет попасть в наивысшую степень рая, он должен действовать, работать. Но вы можете спросить, а можно услышать более конкретный ответ? То есть что делать нужно мне? И когда мы говорим о переходе от хорошего к аль-ихсану, то ответ, в принципе, на данный вопрос не так уж и сложен, дорогие братья и сестры. Если ты хочешь перейти от аль-хасана к аль-ихсану, то ты сам должен быть мухсином. И самое главное, те, кто тебя окружают, они должны быть мин аль-мухсинин. Мухсин – это тот, кто делает все наилучшим образом. Важность окружения, важность команды – это тема сегодняшнего ролика. Нравится нам или нет, но Запад сегодня является производителем продуктов. Давайте посмотрим, что их книги пишут о важности команды. Мы думали, что первым шагом руководителя на пути от хорошего к великому станет определение направления компании, видения, стратегии, только затем подбор кадров. Но обнаружили противоположное. Руководители выдающейся компаний не думали, куда им плыть, чтобы подобрать людей потом. Они сначала удостоверялись, что все нужные люди на борту, ненужные за бортом и потом плыли. Если на корабле будут нужные люди, и они будут на нужных местах, то мы разберемся, куда плыть. Также один из руководителей компании, который попал в кризисное время и ощутил на себе все давление Совета директоров, которые требовали от него какие-то такие радикальные, быстрые меры, дабы выйти из кризиса, он поступил полностью наоборот. Он остановился и осмотрелся. То есть понимая то, что ему нужны по-настоящему высокие показатели, он решил обратить внимание именно на команду. Поговорил с каждым, собрал людей и обратился к ним. Послушайте, это будет нелегкое испытание, и я хочу, чтобы вы задумались, насколько трудно нам всем придется. Если вы думаете, что это не по вам, не беда. Никто вас не винит. Он дал понять, что места будут только для сотрудников высшего класса. Готов их отдать все силы тому, кто готов лучше уйти сейчас. Один из сотрудников подошел и сказал, я вас внимательно выслушал, я не хочу в этом участвовать. Он ушел. В итоге 14 из 26 ключевых сотрудников погибли свои посты. Их заменили лучшие, умнейшие, самые старательные. Дорогие братья и сестры, переход от хороших показателей к показателям великим, к Аль-Ихсану осуществляется за счет сильной команды. Посланник Аллаха, саллаллаху, алейху салям, сказал, то есть человек на религии, того, кто рядом с ним, его попутчик, его окружение. И также он сказал, и пусть каждый из вас смотрит, обращает внимание, кто идет рядом с ним по жизни. В мини-проектах, в больших проектах, в исламских проектах. Давайте подведем итог. Первое. Как мы уже сказали, нам исполнилось 30 лет. 30 лет, как ушел коммунизм. Мы стали взрослее. И сегодня мы обращаем внимание не просто на деятельность. То есть наши глаза горят, когда мы не просто видим начало какого-то проекта, а наши глаза загораются тогда, когда мы видим его достойный результат. Следующее. Мусульманин, мужчина, обладающий верой, достоинством, честью, ревностью к своей религии понимает, что сегодня Запад перехватил эстафету производства трендов. И ислам, обладающий такими бесценными принципами, должен вернуться, без сомнения, на свое место. И это, без сомнения, осуществляется за счет перехода от хороших показателей к показателям, выдающимся, великим, к Али-Ихсану. И последнее. Что являлась тематикой сегодняшнего ролика – важность кадров. Именно команда, именно окружение является залогом данного перехода. Джаза кумалахайран. Ассаляму алейкум арахматуллахи ва бараката. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...